По всей республике начались памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине одной из самых страшных дат истории Южной Осетии. 8 августа 2008 года записано кровавыми буквами в истории Южной Осетии – очередной геноцид осетинского народа. Венки и цветы были возложены в музей сожженных душ на повороте Зарской дороги. Женщины, старики и дети, спасаясь от обстрелов, попали под шквальный обстрел и были жестоко убиты. Напоминанием об этих днях войны служат сожженные машины, которые были здесь установлены. Новые поколения должны помнить о событиях 2008 года, знать, что ради них эти люди с фотографий отдавали жизни. В ночь 7 на 8 августа перед зданием парламента на Гергевской лестнице состоялась акция «Память нужна живым». Сюда пришли жители и гости республики, чтобы почтить память погибших в войне 2008 года. На лестнице свечи с фотографиями погибших. Ко всем присутствующим с речью обратился президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Вспоминая события десятилетней давности, президент отметил, что грузины, нападая на спящий город, допустили ошибку. Они не учли, что в трудный час наш народ, объединившись, встанет на защиту своей родины. Где-то в это время, 10 лет назад, военный преступник, президент республики Грузия Саакашвили выступал и заверял всех нас, насколько он любит осетин. Позже этот же человек отдает приказ уничтожать нас, наших детей, наших матерей, отцов. Рассчитывал, конечно, на скоропалительные военные действия, которые бы ему позволили поднять флаг над Южной Осетией. Не учел он одного, что жители Южной Осетии, все как один, встанут на защиту своей родины. И не учел еще самого главного, что есть Россия, которая не позволит уничтожить дружественный ему народ. Есть Россия, которая не даст глумиться над своими защитниками, миротворцами. Среди гостей депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Водолацкий. Он не понаслышке знает о событиях десятилетней давности. В тяжелое для осетинского народа время он вместе со своими казаками всегда был рядом. Водолацкий один из тех, кто приютил у себя десятки наших детей. Эти дни, находясь вместе с вами здесь, в эти тяжелые дни вместе со своими казаками, которые приехали сюда, мы на себе почувствовали тот геноцид осетинского народа, который случился в эти трагические даты, которые мы с вами видим 08-08-08. Эти цифры, наверное, будут выжжены в сердце каждого из нас, кто находился в эти дни на земле гордой Южной Осетии. Конечно, сегодня каждый из нас понимает, какой ценой досталась эта победа. Царство Небесное, тех, которых мы сегодня вспоминаем. Мир, добро и благополучие вам, уважаемые жители Южной Осетии. Пусть всегда над вашими головами будет мирное небо. Пусть всегда будет светить солнце. На траурном митинге присутствовали и родители Александра Коренева, погибшего русского солдата, отдавшего свою жизнь за наше сегодня, за мирное небо, под которым мы живем последние десятилетия. Наша с вами боль не утихнет никогда. Вечная память всем погибшим в этой страшной войне, здоровья, мужества и терпения, пережившим эти страшные события. И самое главное, мира и процветания всей благословенной Осетии. Очень страшное слово «был». И всегда, когда его произносишь по отношению к близким себе людям, сердце сжимается болью. Очень хочется, чтобы никогда больше люди не произносили это слово погибшим детям. На траурном митинге вспомнили хронику военных событий, унесших тысячи жизней наших граждан. Были исполнены также траурные песни. Память погибших в войне 2008 года присутствующие почтили минутой молчания. В завершении мероприятия Анатолий Бибилов и гости осмотрели тематическую фотовыставку «Свет нашей памяти», организованную редакцией российской газеты. Агунда Губо, Заварина Атмедоев, информационный выпуск «Сегодня». «Сегодня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Агунда Губо, Заварина А.Кулакова